Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня у нас с вами будет тема «Что будет дальше между вами в ваших отношениях?» Огромное спасибо вам за финансовую поддержку моего канала. Донатами здесь, донатами на Бусти. Очень вам признательно. Итак, что будет дальше между вами в отношениях? Сейчас на сигнификации посмотрим, для кого может быть актуальным сегодняшний расклад. И что на момент расклада между вами происходит? Это вы. Это загаданный человек. И это то, что между вами, как видится, вселенной. У вас в голове бывший, которого вы никак оттуда не можете выпроводить. Периодически, конечно, получается, что вы переключаетесь на какую-то реальную жизнь, на свои занятия, на свою реализацию. Но этот человек периодически о себе напоминает. Хотите вы или не хотите. То есть он как будто бы встроился, вмонтировался в ваше ментальное пространство и оттуда никак не хочет уходить. Почему бывшие? Выпадает у нас такая фигура человека холодного, что может указывать на то, что либо отношения между вами как бы немножечко уже подзаморозились, охладились, да, вы друг от друга дистанцировались. Либо в буквальном смысле это представитель у нас воздушной стихии, да, близнецы, весы, водолей. В общем, такой человек, которого принято называть сердцеедом. Мужчина, который женщинами частенько манипулирует. Да, и ему это легко удается, потому что он как раз свою эмоциональную сферу не подключает. То есть действует по каким-то схемам, очень рациональным. И, видимо, это каким-то образом вступает в резонанс вашей травмы, и у него получается каким-то образом вас контролировать. То есть в любом случае сейчас в вашей эмоциональной сфере, ментальной сфере какое-то значимое место занимает вот эта мужская фигура. Человек ваш. Ну, а человек вас что-то приуныл, да, по четверке кубков. Это человек, который в своей жизни как будто бы ждет, что как-то судьбоносным образом должно что-то перемениться. Может быть, устал, может быть, выдохся, может быть, как раз чувствует вот эту эмоциональную опустошенность. Как раз чувствует, что устал руководствоваться какими-то логическими схемами. Да, он говорит, ну как-то же живут все люди, вот, влюбляются, да, теряют голову, испытывают какие-то захватывающие чувства, переживания. А я вот просто вот, ну не знаю, как будто бы я сижу на берегу и со стороны за всей этой мыльной оперой наблюдаю. То есть и рад бы человек, да, как-то порадоваться искренне от души. Но у него как-то вот с этими эмоциональными ресурсами сейчас не густо. Ну ситуативно может переживать какую-то ситуацию, которая его огорчает, удручает, расстраивает. Что между вами? Ну и между вами какая-то история, которая длится довольно давно. Возможно, вы в треугольнике, в четырехугольнике, потому что выпадает карта ограничений, да. Очень друг другу хочется, очень что-то так импульсивно, интуитивно толкает друг к другу, но как будто бы весь мир ополчился против того, чтобы это случилось. Может быть и слава богу, да. Но мы никогда не знаем заранее, вот в моменте это вами переживается как какая-то несправедливость. Что нам бы быть вместе, да, мне бы рябине к дубу перебраться, но все время что-то мешает, да. Все время что-то сковывает, все время что-то выступает в качестве каких-то отягчающих обстоятельств. Это могут быть, кстати, и установки, да, и ваши, и его. Вот он, например, себе внушил, что нельзя полагаться на чувства, да. Я буду с женщинами договариваться. Ты мне, я тебе. А вы, например, живете с установкой, что я хочу, чтобы мужчина в каком-то смысле взял ответственность за меня и за мою жизнь. Это я говорю к примеру, да. И вот дальше каждый с этими установками, причем не раскрывая друг другу карт, то есть в потемках, идете по приборам, не сговариваясь. То есть, в общем, было бы хорошо прояснить ситуацию, но вы как-то вот предпочитаете на каких-то полудомыслах двигаться. Поэтому сейчас как-то как будто бы получается все не очень. Ну и теперь давайте посмотрим, что же будет между вами дальше. Ну и для начала посмотрим, да, с чего все начиналось, что в вашей истории важно понимать про прошлое. Десятку мечей я не буду комментировать, да, сейчас посмотрим, к чему это все. Ваше прошлое, ваше начало отношений. Начиналось все хорошо, да. Вы были в состоянии такой ресурсности, желании делиться этими ресурсами. То есть, было такое, знаете, ощущение переполняющего счастья, любви, что вот кого бы догнать и осчастливить. И вы в результате этого человека нашли. И здесь получилась такая история, что вы как будто бы пошли в этот союз с открытым сердцем, да, с открытым забралом. Но все время между вами была какая-то то ли недосказанность, то ли какой-то вот этот холодок с самого начала чувствовался, да, что я очень хочу отдаться и этим чувствам, и этому партнеру, и этим эмоциям. Но есть что-то такое, что как будто бы нас отталкивает друг от друга. Знаете, как вот эта льдышка в сердце Кая. То есть, вроде как бы все можно с этой историей сделать. И вроде мы, и друзья, и вроде как бы я и люблю этого человека. Но он как-то настороженно себя ведет. Может быть, с самого начала была такая ситуация, что вы знали, что там есть еще кто-то, да. Есть у него жена, есть у него подруга, есть какие-то еще кому-то данные обязательства. И как будто бы вот эту вашу идиллическую историю в начале это сразу отравлял. Сейчас что? Помимо вот этих ограничений, что еще про ваши отношения нужно понимать сейчас, на момент расклада? Да, похоже, что четырехугольник, потому что здесь еще есть и король Пентаклей. То есть, может быть, вы тоже ни одна, ни в одиночестве. Да, и вы в какой-то момент подумали, что, ну, наверное, лучше синиться в руках, да, чем журавль в небе. И соорудили себе такой вот тыл, защитный купол. Может быть, даже кто-то вернулся к бывшему партнеру, да. С этим человеком непонятно, что еще там будет. А этот вот свой, надежный, проверенный. С ним мы уже выстраивали отношения. Может быть, даже были рождены дети в этом союзе, в этом браке. То есть, сейчас между вами какая история? Вы по-прежнему, вы именно, вы хотите любви, да. Вы хотите взаимности. Но при этом вы совершенно не настроены терять себя, растрачивать, разбазаривать, выступать в качестве какого-то там эмоционального или финансового донора, да. Вы хотите, чтобы это была история, которая не угрожает вашей внутренней гармонии, да. Поэтому либо у вас сейчас есть еще какой-то надежный такой друг, либо действительно бывший партнер или бывший муж, с которым вы поддерживаете отношения, чтобы не чувствовать себя одиноко, чтобы понимать, что у вас есть защита, покровительство даже может быть какое-то, может быть даже и финансовая поддержка, вот, но при этом как будто бы не упускаете из внимания вот эту надежду на то, что все-таки может быть когда-нибудь и с этим человеком я смогу выстроить что-то похожее на счастье. Так интересно, да, вот это все про вас. А с его стороны в настоящем какие-то позывы и намерения, да, он как видит ваши отношения, вообще он как-то на них сосредотачивается ли, он как видит ваши отношения. Ну, с его стороны очень много опять же каких-то умозрительных конструкций, да, вот у нас вышел тут королем мечей, он вспоминает, он скучает, ему приятно думать, что между вами что-то было, он периодически туда вот как в мягкие перины зарывается в эти приятные воспоминания, отогревается там душой. Ну, в общем, ему лестно, ему отрадно, что такая страница в его биографии была. Но потом он сам начинает себя запугивать, да, закручивать, закручивать этот маховик, что как бы, ну, это, конечно, все приятно, это все так мило, ля-ля-ля, фа-фа-фа, а как это встроить в мою реальную жизнь? То есть логически он себе никак не может объяснить, что с этим делать. Еще он, конечно, прекрасно осознает, что для того, чтобы быть с вами в отношениях, нужно быть гораздо щедрее. Щедрее эмоционально, материально, не скупиться временем, да, не придумывать какие-то отговорки про то, что вот я сейчас никак не могу, да, у меня какие-то неотложные дела государственной важности. В общем, он понимает, да, что может быть ресурсов сейчас недостаточно, но, конечно, вы для него что-то такое, очень согревающее его сердце. Ну и что же будет дальше между вами? Давайте посмотрим, как видится вселенная, к чему это все идет между вами. Ой, ну тут ждите, конечно, да, тут сейчас, конечно, такой вот закрутится вихрь, потому что, смотрите, какие карты. Сила, колесо фортуны, маг. То есть сейчас 100% будут какие-то реальные, видимые перемены между вами. Например, если между вами был долгий игнор и молчание, то у кого-то могут просто сдать нервы, да, и кто-то начнет, ну, как-то сближаться, да, провоцировать это общение. И еще вы волей судьбы и волей случая можете оказаться где-то вместе поблизости, да, как будто бы вас жизнь, судьба столкнет для того, чтобы все-таки как-то вы пошли в активное взаимодействие. То есть в любом случае это будет какая-то ситуация, которая поспособствует сдвигу с мертвой точки того, что между вами сейчас происходит. Давайте посмотрим, к чему вся эта история с этим движением приведет, да, ну потому что может возникнуть какое-то активное общение, и, собственно говоря, только на этапе выяснения отношений все это и застопорится. Что дальше, да, после вот этих активных вмешательств, судьбы, кого-то из вас, да, желания как-то действительно повлиять на эту ситуацию? Что в будущем-то, к чему эта активность приведет? Ну, смотрите, если вы с этим человеком когда-то уже пытались пойти на сближение и выступали в качестве инициатора, то это вновь вам может принести страдания, да, страхи, переживания, тревоги. Если вы в этой ситуации, ну как-то соберете, что ли, свою волю в кулак, да, попробуете удержать свои вот эти вот стремления и занять все-таки более созерцательную позицию и дать возможность человеку свою увлеченность вами продемонстрировать первым, да, тогда вы и тактически, и стратегически можете от этого выиграть. В противном же случае, да, ваша история будет, ну вот, напоминать такую историю, когда два человека, не намеревающиеся как-то всерьез дальше двигаться вместе, просто выясняют отношения. Вот здесь вот эти вот потоки вихрей воздуха, то есть вы можете создать какую-то видимость активности, да, какую-то турбулентность, но как-то немножечко взбудоражить жизни друг друга, но как будто бы каждый останется при своем. А вот этот паш, да, он нам говорит о том, что сейчас, ну либо вы себе не до конца признаетесь, да, что у вас действительно серьезные какие-то планы, ну вы, может быть, заходите на расклады, ну вот как на такой развлекательный контент, посмотреть, как там этот человек, что там у него, но всерьез, по-настоящему, вы себе даже вот представить не можете, чтобы вы с этим человеком, например, жили вместе под одной крышей. То есть вас даже скорее пугает эта история, да. То есть иметь этого человека вот в виде такого образа, пленительного, да, о котором хорошо мечтать, с которым хорошо иногда проводить время, это да, прекрасно, но как будто бы вот в будущем, всерьез, вы себе даже не представляете, чтобы это был вот человек, который будет спутником вашей жизни до конца ваших дней. Ну и вот поэтому в будущем что между вами будет, да, будет какая-то встряска, будет какая-то активность, будет какая-то попытка что-то резко переменить, но еще раз вам говорю, да, если вы в этой ситуации захотите взять все на себя, да, выступить в качестве контролера, то вы получите вот это вот разбитая корыта, да, или вот ситуацию видимости отношений, да, при этом каждый, каждый погружен в какие-то свои увлечения, в свои интересы, в свою работу, в свою реализацию. Может быть сейчас вообще вселенная пытается вам сказать, что нынешний этап вашей жизни, он больше посвящен тому, чтобы вы предъявили себя миру, да, пошли в какое-то развитие, в какое-то масштабирование. И, кстати говоря, вот как ни парадоксально, то, что у вас сейчас в личной жизни вот эта вот вся свистопляска происходит, это как будто бы даже вас причудливым образом стимулирует к тому, чтобы переключить внимание на свою профессиональную реализацию. И вот там как раз у вас может случиться действительно и прорыв, и какой-то успех, и какое-то признание. Я бонусом от себя хочу спросить вселенную, а вам вообще стоит тратить время на то, чтобы вот занимать свои мысли, свои чувства, свою душу тем, чтобы ждать этого человека, надеяться на что-то. То есть есть ли какой-то шанс, что эта история для вас когда-то увенчается приятным каким-то результатом? Вообще стоит ли на него тратить время? Вот смотрите, если кто-то сегодня пришел на расклад неосознанно желая услышать, что отклеивайте уже свою попу от табуретки, не сидите, не ждите, идите в будущее, потому что вам вот с этим холодным королем мечей ловить нечего. Вы там замерзнете, со скуки умрете, высиживая какого-то расположения. То есть не способен этот человек высечь искру. Ваш человек это король жезлов. Причем в буквальном смысле, кто хорошо ладит с огненными стихиями, либо это просто человек очень жаркий, активный, деловой, такой пламенный. Человек, который свои чувства не скрывает. То есть это человек, у которого все его намерения, все его чувственные проявления в вашу сторону сразу заметны, сразу видны. И вот таким образом по тройке жезлов с этим человеком действительно на какой-то одной волне эмоциональной можно двигаться в будущее. То есть у нас две карты, указывающие на будущее, в котором вас ожидает человек, совпадающий с вами по темпераменту, такой же заинтересованный в любви, также умеющий открыто проявлять свои чувства. То есть как будто бы вселенная сегодня вам говорит, если вы уже очень давно ждете этого человека, а воз и ныне там, то либо сейчас занимайтесь действительно своими профессиональными делами, идите к своему процветанию и не переживайте, потому что вам уготована встреча с совершенно другим человеком, с которым будет хорошо и с которым не нужно будет себя психологически ломать для того, чтобы стать счастливым. Если вы этого хотите, пусть это произойдет легко и радостно самым наилучшим образом для вас. Да будет так. Ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему, что будет дальше между вами. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. С большим удовольствием все прочитаю. Спасибо вам за лайки, комментарии, оформление подписки, за донаты, за вкусный кофе, за донаты на Бусти, за донаты на мою карту. Всем вам очень рада. Я вас люблю, обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Если нужен личный расклад, находите мне вконтакте или по почте, там я расскажу, как это можно организовать. И я с нетерпением буду ждать вас на новом нарративном раскладе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова